МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Звягинсова. В начале выпуска коротко о его главных темах. В рамках программы непрерывного медицинского образования проводится цикл повышения квалификации. Подлежит замене с халинскими врачи-травматологи проходят двухдневный мастер-класс по эндопротезированию. В сквере есть мостик, по которому можно пройти через ручей, а также беседка, где можно наслаждаться солнечной погодой. Зеленый оазис, новый сквер открыли в одной из промышленных зон Южно-Сахалинском. Искусственный интеллект может как-то помочь в жизни. До чего дошел прогресс? В школах Сахалинской области проходят уроки цифры. Половину выступления мы сыграем в трио. Это формат органного трио. В джазе не только девушки в Южно-Сахалинске стартовал музыкальный фестиваль. Он поменял стойку под правой ногой, я ему бью справа. Попасть в корпус и голову тхаквандисты стиля МФТ разыграли медали на областном турнире. В Южно-Сахалинске состоялся мастер-класс травматолога-ортопеда Тихоокеанского государственного медицинского университета. Операцию по замене тазобедренного сустава провели в областной столице. В рамках обучения приглашенный специалист также на примере покажет процесс эндопротезирования коленного сустава. Подробности далее в сюжете. Травматологи Сахалинской областной больницы освоили одну из самых востребованных операций – эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Цель мастер-класса – совершенствование техники по оперативному вмешательству с помощью современных методик. Обучение проходило в два этапа. Первый теоретически стартовал 27 сентября. В его рамках островные специалисты прошли курс онлайн-лекций и семинаров. Практическую часть проведения операции отложили уже на октябрь. Приглашенный эксперт показал, как нужно менять тазобедренный сустав. Это не такая операция, что существует протокол, сделал так, и у тебя все получится гарантированно. Нет, каждый сустав индивидуален в принципе по своему развитию, если говорить о нормальном суставе. А если сустав поражен каким-то заболеванием или перенес какую-то травму, то, соответственно, этих нюансов еще прибавляется. Операцию, в ходе которой пациенту полностью заменили тазобедренный сустав, назначили 40-летнему мужчине с переломом шейки бедра. Сопутствующий диагноз – посттравматическое повреждение тазобедренного сустава. На данный момент в регионе проводят около 300 подобных операций в год. В Южно-Сахалинске есть всего 7 специалистов, способных их провести. По словам заведующего травматологическим отделением городской больницы имени Анкудинова, при правильной организации работы такого количества врачей достаточно. Данная операция не будет единственной в рамках обучения. для местных врачей также проведут мастер-класс по замене коленного сустава. Анастасия Маслова, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Дополнительный стационар возводят в островном реабилитационном центре. Стройку посетила министр социальной защиты Ольга Орлова и депутат областной думы Виталий Гомелевский. Осмотрев объект, приняли решение о перепроектировке здания. Стационар всего 27 человек. А ведь у нас есть курилы, у нас есть Аха, Ноглики. Да и Паранайский углегорск не совсем близко. И, конечно, людям быть где-то на квартирах снимать и каждый день сюда мотаться, а если он инвалид, серьезный, колясочник, это вообще невозможно. После проектирования этой стройки здесь будет располагаться дополнительно 60 мест для ранней реабилитации инвалидов. А также для того, чтобы удобно было из этого корпуса перемещаться в основной, гражданам будет на уровне второго этажа построен воздушный переход. Ранее планировали, что инвалиды в этом здании будут только проживать и процедуры получать в основном центре. Теперь у них появится возможность проходить полноценную раннюю реабилитацию. Палаты оборудуют всем необходимым. Сдать объект планируют в 2024 году. Новый сквер появился в Южно-Сахалинске. На месте пустыря на пересечении улиц Сахалинской железнодорожной теперь зеленая зона с цветами, кустарниками и территория для отдыха. Такую инициативу общественников реализовали при поддержке мэрии на грантовые средства, полученные от правительства Сахалинской области. Анастасия Маслова продолжит тему. Старый заброшенный пустырь в самом центре Южно-Сахалинска пропал. Но горевать о потере местные жители не стали. Ведь теперь там обустроенное место отдыха. В сквере есть мостик, по которому можно пройти через ручей, а также беседка, где можно наслаждаться солнечной погодой. Композицию выстроили с учетом естественного ландшафта. Кроме деревьев здесь представлены многолетние цветы. Их высадили более 15 видов. Инициативу общественников по благоустройству поддержали власти. Выделили грантовые средства правительства Сахалинской области и пригласили поучаствовать в бизнес. Мы реализовали данный проект. Сегодня у нас уже завершающая стадия. Это у нас формирование газонов. Вчера мы высаживали цветы-кустарники. Благодаря совместной работе мы осуществили этот проект. Гражданам очень нравится. Были трудности, но мы со всеми трудностями справились. Выражаю всем огромную благодарность. Спасибо. Больше всего радует то, что за время реализации проекта в нем принимали участие очень много людей. Причем совершенно различных, незнакомых. Это и студенты, и школьники, это служащие разных учреждений, это общественный бизнес. В дополнение к растениям, приобретенным на грантовые средства, совхоз тепличный предоставил цветочную рассаду. К участию присоединились и неравнодушные горожане, которые приносили саженцы с приусадебных участков. Не остались в стороне жители района и волонтеры. Я волонтер на этом проекте с самого начала. Когда мы пришли здесь, за нами были кусты абсолютно непроходимые, деревья даже лишние были. Были старые деревья, были сваленные деревья. Чего только не было. Про вот эту часть молчу, тут и мусор, и болото вот это было огромное, и все проще. В планах у специалистов дополнить проект, но уже весной, когда деревья окрепнут и газон приобретет законченный вид. Анастасия Маслова, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Военный городок в Южно-Сахалинске подключат газовый котельный. Такое распоряжение дал во время визитов Хомутова глава региона. Валерий Лемаренко побывал там с инспекцией. Муниципальная котельная уже обеспечивает теплом часть жилых домов. Теперь к ней подключат еще 8 зданий, в которых проживают почти 2000 человек. Ранее местные жители несколько раз обращались в социальные сети губернатора с жалобами на отсутствие тепла в квартирах. Переключить с устаревшей угольной на современную газовую котельную им должны к 25 октября. Сделать это раньше не позволял юридический коллапс. Дома находятся в ведении Российского министерства обороны. В 2021 году согласование на прокладку теплотрассы муниципалитет получил. Активные работы продолжаются. Грузопассажирское судно Павел Леонов отправилось в свой первый полноценный рейс. Ранее теплоход в тестовом режиме доставил несколько десятков пассажиров на Курилы и обратно. Была задержка рейса, я читала, с Курил. Люди, туристы не могли оттуда уйти. И Павел Леонов их вроде как привез. В этот раз пусть отправилось 12 пассажиров. Сейчас график маршрута судна в процессе доработки. Узнать подробное расписание и стоимость билетов можно в Корсаковском порту. Уроки цифры проходят во всех школах Сахалинской области. На один такой в первом лице Южно-Сахалинска заглянула министр образования Анастасия Акиктива. Она увидела, как ребята получают цифровые навыки и учатся программировать роботов под руководством молодого педагога информатики Сергея Носова. А один из старшеклассников даже создал своего голосового помощника. Все подробности далее. Это не те ЭВМ-электроник, что долго грузились в лихие 90-е. В первом лицее компьютерный класс оборудован по последнему слову техники. Еще и роботами обзавелись. Сами их собирают и программируют. Направляют собственный интеллект в искусственный. Главное, чтобы как в Терминаторе не произошло восстание машин. Все школьники Сахалинской области, общеобразовательных учреждений рассматривают такую тему, как искусственный интеллект. Ну и очень интересно, что в этом году рассматривают данную тему на примере деятельности педагога. У нас ученик 6-го В-класса Сергей подготовил свою работу робота. Продемонстрируйте, пожалуйста. Сборщиком мусора робота Васю сконструировал Сергей Тренин. Управляет им с телефона. Достаточно нажать на кнопку, чтобы получить результат. В котором будет стоять искусственный интеллект. То есть надо будет просто запрокраммировать его. И он сам будет ездить и отвозить мусор в какую-то определенную точку. Вот так ты лишаешь людей рабочих мест, да? Да. Во всех ноу-хау виновен их продвинутый учитель информатики Сергей Носов. Недавно закончил Сахалинский госуниверситет и два месяца назад закатал рукава. Его появление в стенах лицея стало настоящей находкой как для детей, так и коллег. Он показал себя очень с хорошей стороны, как квалифицированный педагог. Нашел подход к детям, потому что сейчас преподает информатику у малышей. Это пятые классы. Они, конечно, с удовольствием бегут на его уроки. Плюс Сергей Владимирович занимается у нас внеурочной деятельностью. Детям разных возрастов будет очень полезно с целью такой некой профориентации на школьном уровне еще до того, как они выбрали профессию, свою стезю в жизни, познакомиться с такой вещью, как искусственный интеллект. 11-ти классник Алексей Плашков на специальном сайте для программистов раздобыл код анализатора. Создал интерфейс, теперь пытается запустить собственное приложение – голосовой помощник, который синтезирует человеческую речь. Для того, чтобы повеселиться, но в дальнейшем можно было бы доработать для полезных целей. Допустим, опять же, как приводил пример человек, пришедший из Сбербанка, для приема врачей, чтобы записывать какие-то данные. Уроки цифры до 10 октября пройдут во всех школах Сахалина. Ребятам будут даны новые знания и стимул развиваться дальше. Игорь Антипов, Данила Маслов, телекомпания ОТВ. Опыт областного центра по раздельному сбору мусора будут применять в других муниципалитетах региона. Об этом сообщила министр ШКХ Сахалинской области Наталья Куприна на брифинге в Южно-Сахалинске. За три месяца в островной столице уже собрали более 200 тонн сортированных отходов. Подобный мусор перерабатывают на сортировочной линии в Корсакове. Всего было установлено по Южно-Сахалинску 408 контейнеров. До конца года Южно-Сахалинск еще установит порядка 150 контейнеров. И с тем самым закроет полностью потребность в раздельном сборе мусора. Одновременно с этим также на сегодняшний день заказаны контейнеры для раздельного сбора мусора в следующих муниципальных образованиях. Это Ноглики, частично Корсаков. В регионе планируют наладить переработку пластиковых отходов для использования в производстве полимерных труб и брусчатки. Областные власти намерены оказывать поддержку предприятиям, которые займутся вторичной переработкой. Уроки мужества теперь проходят и в далеких от районных центрах в селах Сахалинской области. Патриотическое воспитание молодежи – одно из приоритетных направлений общественной работы, которая поддерживает в правительстве региона. Об одном из таких движений мы пообщались с Алексеем Лотто, руководителем общественной организации ветеранов ВДВ. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике ГОСТУДИИ. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы большое внимание уделяете патриотическому воспитанию молодежи. Расскажите, кто помогает в реализации данных проектов? Ну, давайте начнем с того, что мы уделяем большое внимание патриотическому воспитанию. Но, по большому счету, наша организация ветеранская является своеобразным посредником между военно-патриотическими объединениями, то есть такими организациями, как, ну, возьмем за пример, кадетская школа, юно-армейское движение, военно-спортивный клуб «Десантник», на котором мы большую часть своего внимания акцентируем, потому что, скажем так, это наши маленькие братья и сестры, потому что они просто в голубых беретах. И мы с ними взаимодействуем, являемся посредниками между силовыми структурами. В данном ключе большую часть времени, конечно, мы задействованы с войсками нашего Южно-Сахалинского территориального гарнизона, которые, в принципе, являются как раз-таки нашими партнерами в реализации многих-многих мероприятий и проектов. Это 17-24 зенитно-ракетный полк, это 39-й радиотехнический полк, но очень-очень-очень огромную помощь оказывает управление 68-го армейского корпуса. Самая ключевая деталь в нашей работе – это мы большой акцент делаем на детей из группы риска, то есть дети-подростки из группы риска, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Это зачастую Троицкий детский дом, мы очень часто с ними взаимодействуем. Огромная благодарность здесь Министерству образования, опять же, непосредственно Анастасии Николаевне Киктивой, потому что, начиная еще с того момента, когда она была в департаменте, мы начали сотрудничать. Расскажите подробнее, какие проекты были реализованы? По факту, наша организация, вот как раз-таки в эту пятницу нам будет ровно три года, как мы юридически существуем, то есть у нас будет маленький день рождения, вот. Но в этом году мы реализовали три проекта. Вот при финансовой поддержке правительства Сахалинской области, это программа «Патриотика», это проект «ВДВ и словом и делом», который включает в себя два этапа «Путь героя», как раз-таки вот автопробег, экспедиция по местам боевой славы с передачей частицы вечного огня в муниципальное образование. Второй этап этого проекта, это был «Вперед к новым высотам», где молодежь вместе с курсантами военно-патриотического клуба, военно-спортивного клуба «Десантник». В проекте участвовали дети как с Детского, Стройского детского дома, также дети были с села Чехов, Центр психолого-педагогической помощи семье и детям, Министерство образования Сахалинской области. И, значит, эти дети были закреплены за клубом, их поделили, или, как это проще сказать-то, поделили на несколько групп, и вот они проходили тактическую полосу, которую они сами же себе готовили. Полоса «Тропа разведчика» называлась. Это было с выездом на мысе Крильоне. Мыс Крильон вообще как бы знаковое место для каждого сахалинца. Там стоит памятник, монумент, братская могила на самом утесе. Ребята в период этой поездки облагородили территорию этой братской могилы. Но самое интересное, что они на Крильоне из подручных средств, из валежника, из деревьев поваленных, из всего, что можно было, построили себе полосу. Достаточно сложную полосу нам, бывалым, то есть даже было после долгого простой тяжело ее пройти. Были взрывы, была техника, была стрельба, ну, то есть ребятне очень сильно понравилось, безумно. Это была вторая поездка, кстати, в этом году на мыс Крильон. Расскажите, в чем главная цель подобных проектов и кто принимает участие, кто стал партнерами и сколько ребят принимает участие? Ну, партнеры у нас, я уже сказал, что партнеры у нас зачастую на протяжении трех лет работы, это одни и те же, это Министерство образования, это войсковые части нашего гарнизона, то есть включая войсковые части, которые находятся под командованием Одинстармии, ВВС и ПВО. Цель, какая основная цель? ДОСААФ России тоже, да, немаловажную роль, потому что вот в автопробеге ДОСААФ организовал очень шикарную выставку оружия времен Великой Отечественной войны. И в каждом городе, в каждом муниципалитете мы устраивали эту выставку. Поэтому она произвела фурор, потому что там, видимо, в далеких, в отдаленных муниципальных образованиях это было впервые. Алексей Валерьевич, я желаю вам удачи в реализации ваших планов и благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Это еще не все новости выпуска, смотрите далее. Небесный покровитель островов в Южно-Сахалинске отметили День святителя Иннокентия Московского. Попасть в корпус и голову тхакбандисты силе МФТ разыграли медали на областном турнире. Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин серьезных происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года на срок до 12 месяцев. Будьте внимателен, не пересекай черту. Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого. Хотите отдыхать, да еще и выгодно? Специально для держателей карты Сахалинца скидки на лучшем лыжном курорте Дальнего Востока «Горный воздух». Гости комплекса получают пакетные предложения по сниженным тарифам, оплачивая их картой. Акция действует и для маунтинбайкеров. Десятипроцентная скидка распространяется на велотарифы от нижней до верхней станции комплекса. Как воспользоваться скидкой? Впервые посещая «Горный воздух» с картой Сахалинца предъявите систему в кассах номер 5 и 6. Дальше по карте автоматически предоставится скидка. Как получить карту Сахалинца? Оформить карту можно в офисе банков-партнеров самостоятельно на их сайте или портале программы, а также в отделениях соцзащиты по месту жительства на благо сахалинцев и курильчан. День святителей Иннокентия Московского отметили в Южно-Сахалинске. В его честь назван один из храмов областной столицы. Там прошел престольный праздник, на котором собрались священнослужители острова. Свидетель Иннокентий был при жизни православным миссионером. Он крестил не только Дальний Восток, но и совершил паломничество на Аляску. Все о празднике расскажем далее. Прихожане считают его вторым домом. Даже в рабочий день они пришли на службу. Храм на пограничной стал родным гнездом для многих сахалинцев. Верующие здесь помогают и по хозяйству. Самых активных в этот день наградили благодарственными письмами за их труд и помощь. Я прихожу, помогаю здесь. То, что мне по силам. Какие-то хозяйственные вопросы. Что-то построить, что-то попилить, что-то построгать. Ну, убрать территорию. Все такие вещи бытовые. Потому что здесь преимущественно женщины работают. И мужская рука нужна. Храм свидетелей Иннокентий – один из основных на Сахалине. Раньше такого красивого здания не было. Священнослужители базировались в совсем неприспособленном помещении. Уже потом построено это замечательное, прекрасное здание. А так, здесь была и воскресная школа, и курсы, и многие священники здесь проходили практику. И потом уже именно храм свидетелей Иннокентий являлся таким вот духовным кораблем, можно сказать. Куда приходили люди в 90-е годы, самые сложные, наверное, годы были. День свидетелей Иннокентия Московского, в честь которого и назван храм – значимое событие. Сам святой считается покровителем Сахалина и Курил. Вел миссионерскую деятельность. Принес православие на Дальний Восток и Аляску. Поэтому так символично, что в этот день в храме совершают таинство рукоположения. Появляется новый священник. Сергий Давлетов с детства изучал церковно-славянский, но профессиональная жизнь была связана не с церковной службой, а военной. В детстве оно легче, в юности. Легко пошло все. А потом, ну, отец у меня военный тоже. Вот. У меня вообще у нас практически семья, все военные. Вот. Все служили. Если, наверное, общую выслугу семьи посчитать, наверное, мы где-то на Бородинском поле начинали. А может, и раньше. Вот. И получилось так, что по церковно-славянски как-то считал все, но крещение не было принято. Крещение Сергий принял в 80-х годах на Сахалине. Сейчас ему 58 лет. Священник пройдет в Саркауст, ежедневное служение, а дальше отправится на Курильские острова. Мария Кондиус, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Арт-фестиваль «Заяви о себе» стартовал в Южно-Сахалинске. На сцене Дома культуры Родины состоялся первый отборочный тур в номинации «Вокал». Заявки на участие подали более 70 человек, среди которых профессиональные исполнители и любители. Жанровая палитра тоже разнообразна. Представлены народное и эстрадное пение, академический вокал, авторская песня, а также смешанные номера, где к музыкальному добавлены чтецкое и драматическое искусство. Когда ее работа заканчивается, она отправляется в свою очередь поискать мечту. Дит Пиаф и все ее песни, они все передают ее жизнь, или, может быть, даже не совсем то, что было напрямую в ее биографии, а то, как человек со дна поднимался. Реально, на самом деле, с дна человек поднялся до такого высокого уровня. Конечно, мы оценим в комплексе. Бывает, скажу честно, участник где-то в вокале немножко, конечно, дает слабину, но зато с точки зрения зрительной, визуальной, конечно, это шоу, и, конечно, мы дадим возможность выйти в финал. В галоконцерт фестиваля состоится 16 октября. В финал пройдут всего 30 участников. Еще одно культурное событие стартовало в областном центре. На открытии Сахалинского джазового фестиваля перед островитянами выступили звезды отечественной эстрады. На протяжении трех дней для жителей и гостей города пройдут концерты творческих коллективов, тематические мастер-классы и творческие встречи с поклонниками. На первом мероприятии побывал мой коллега Владимир Ильен. Перед тем, как поделиться с островитянами хитами, герои мероприятия рассказывают о планах на ближайшие три дня фестиваля. В первый вечер для ценителей музыки прозвучат мелодии от трио Евгения Побожева. Одаренный гитарист и композитор является победителем самого престижного для всех джазовых исполнителей конкурса, который проводится в Вашингтоне. Звездный гость приоткрывает завесу над программой сегодняшнего концерта. Ежегодный фестиваль джаза – настоящий праздник для островных любителей музыки. Слова вибрафон и перкуссия для этой аудитории не чужды. Главным инициатором и художественным руководителем фестиваля на протяжении пяти лет является знаменитый саксофонист, лауреат Государственной премии «Народный артист России» Игорь Бутман. Как и предыдущие годы, свободных мест на открытии и мероприятия практически нет. Уже который год прихожу на этот фестиваль, каждый раз удивляюсь, насколько нового у Вас всего интересного. Пятый раз мы приходим на него посмотреть. Вот мы с женой купили билеты на все дни, нам все нравится, прекрасно. Хотим, чтобы побольше было таких событий, и чтобы Бутман нам почаще приезжал. Если бы Бутман устроил бы несколько фестивалей в год, мы на каждый фестиваль ходим. Фестиваль завершится 8 октября. На закрытии гостей ждет выступление одного из лучших музыкальных коллективов мира – Московского джазового оркестра. Владимир Ильин, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. 110 юных и молодых тхахвандистов встретились на областном турнире. Поединки проходили в спортивном зале школы номер 11. Силу направленных ударов в корпус и голову показали единоборцы Южно-Сахалинска, Хомска, Чехова, Красногорска и Ахим. За самыми интересными схватками наблюдал наш корреспондент Игорь Антипов. Не переживайте, тхахвандист контролирует силу целенаправленных ударов в корпус и голову всеми конечностями. Боец не бьет настолько, чтобы повергнуть соперника в нокаут. Стиль МФТ – это версия, производная ИТФ, которая отделилась в собственное направление. «Ребята показывают достаточно высокую технику, конкурентоспособные бои, что не может не радовать». «Спорт мужественных людей, и поэтому они выступают в полную силу, показывают все свои навыки в защите, нападении. И мне кажется, зрителям и самим спортсменам это интересно». Двойной удар Ван Дамма не проходит, поэтому приходится использовать в финале юношей категории 12-13 лет другие приемчики. Вес до 56 килограммов. Два раунда по полторы минуты проводят Матвей Бородин из Ахи и Александр Лепетун из Южно-Сахалинска. Удача в итоге улыбается Саше. Он, в отличие от изворотливого противника, бьет прицельно. «Он поменял стойку под правую ногу, я ему бью с правой. Просто поменял стойку под левую, я ему бью с левой. Так и попал, и наработал очки. С видом спорта не ошибся, выбрал тэквондо, потому что люблю драться, люблю показывать свою силу». В решающем спарринге по две минуты раунд все средства хороши, но главное, что все по правилам. Титул чемпиона весит 56 килограммов среди юниоров, добывает южно-схалинец Артем Мин. От его очень эффективных атак не уходит Саид Юлчиев из Хоумска. «Естественно, финальный бой очень сложный, играют волнения. Все время кажется, что я сейчас задохнусь, но надо держаться, сражаться до конца». Сейчас единоборцы готовятся к чемпионату России. А уже 16 октября в Корейском культурном центре Южно-Схалинска в честь его 15-летия пройдет Дальневосточный фестиваль боевых искусств. К нам даже из Кореи приедет почетный гость Нам Индо, президент Всемирной Федерации Тан Судо. «Зрелище» обещает быть очень жарким. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что эти и другие новости вы также можете посмотреть на нашем сайте Харин Курила по адресу skr.su и на нашем YouTube-канале. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней. В Сахалинской области стартовала бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Для формирования устойчивого иммунитета прививку необходимо сделать дважды с перерывом в 21 день. Записаться на вакцинацию можно тремя способами. Через портал Госуслуг, через регистратуру поликлиники или по телефону 1 300 добавочный 10. Берегите здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Жизнь подобна световому дню. От того, как встретишь свое утро, зависит, как сложится твой день и вечер. А главное — судьба твоего и будущих поколений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...